В Брест делегация ветеранов приехала впервые по инициативе польской стороны. Семь представителей Варшавской ветеранской организации прибыли в город над Бугом для того, чтобы познакомиться с белорусскими орденосцами, а также закрепить дружеские отношения двух объединений. Диалог защитников своих отечеств прошел впервые. Председатель Варшавского совета ветеранов Янрих Шчелецкий считает, что встречи такого формата должны проходить регулярно. Нужно и просто необходимо создавать совместные проекты по воспитанию патриотизма в среде молодежи. Я очень рад, что сегодня нахожусь на Брестской земле. Наше сотрудничество очень необходимо для общей истории. Мой дед воевал во время Первой мировой войны. Я принимал участие в боевых действиях во время Второй мировой. Мои дети и внуки живут в мирное время. Для них велико значение общения с нами. Поэтому нам хочется сохранить историю именно для них, для этого поколения. На повестке встречи вопросы необходимости сотрудничества двух объединений. Ведь у истории двух стран-соседок есть много общего. За два дня гости из Польши посетили ведущие предприятия Брещины. Ознакомились с достопримечательностями города над Бугом, его спортивными комплексами. В Брестской областной организации ветеранов уверены, что диалог двух стран в этом направлении будет продолжаться. Появятся проекты взаимного сотрудничества и смогут реализоваться уже существующие планы. Надеемся, что это будет неодноразовый контакт, что такие контакты у нас будут постоянные. Тем более, что информацию у Польши получают люди не всегда объективную, достоверную. Это мы почувствовали и с их обращения. И они просто желают своими глазами посмотреть, кто мы такие белорусы, особенно ветераны. Помнят же нашу Беларусь, какой она была раньше. Посмотрят, какой она сейчас. Ну и думаю, что контакты принесут нам обоюдную пользу. Благодаря географическому положению Брестский регион и территория Польши находятся рядом. Их история во многом пересекается, а культура и традиции имеют много общего. Кроме этого, два народа объединила во имя общего блага Вторая мировая война. Поэтому сотрудничество двух государств – это не только площадка для активного диалога двух стран-соседок. Это способ сохранить настоящую историю для будущих поколений.